В зале попечительского совета Казанского университета прошло заседание ученого совета под руководством ректора Ильшата Гафурова. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что центром ответственности, скорее всего, станет именно ваша высшая школа за подготовку иностранных студентов к факультету дополнительного образования? В Казанском университете продолжается пора выпускных. Обучение совершили иностранные студенты подготовительного факультета КФУ. Это был определенный вызов и для преподавателей учить в таком режиме, потому что мы фактически уходили в три смены. Документы об общем среднем образовании получили учащиеся IT-лицеи. Для выпускников это памятный день, он запомнится на всю жизнь. Всем привет! В эфире Универ-Ньюз, а в студии Ариадна Кугушева. В зале совещаний Кабинета министров Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров ООО «Татнефтехиминвестхолдинг». Участие приняли президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В зале попечительского совета под руководством ректора Ильшата Гафурова прошло очередное заседание ученого совета Казанского федерального университета. Все подробности далее. Традиционно заседание началось с награждения отличившихся сотрудников университета ведомственными и правительственными наградами РФ и Республики Татарстан. Мамюдовы Лейлея Усмановне. Далее члены совета тщательно рассмотрели кандидатуры на замещение должностей декана высших школ, являющихся структурными подразделениями институтов и заведующих кафедрами. Каждому претенденту председатель ученого совета Ильшат Гафуров предложил представить свое видение, каким образом деятельность подразделения будет способствовать дальнейшему развитию университета и укладываться в общую концепцию новой программы стратегического лидерства «Приоритет 2030». Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что центром ответственности, скорее всего, станет именно ваша высшая школа за подготовку иностранных студентов к факультету дополнительного образования? После участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с конкурсным отбором претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представлением к присвоению ученых званий, а также выдаче дипломов доктора наук и кандидата наук. Коллеги, какие есть вопросы к докладчикам? Если вопросов нет, ставлю на голосование, кто за то, чтобы утвердить данную работу? Против? Воздержались? Единогласно. Спасибо большое. В блоке «Разные» проректор по научной деятельности Данис Нургалеев вынес на утверждение основные научные направления Казанского федерального университета на 2021-2025 годы. Кроме того, ученый совет проголосовал за создание в организационной структуре КФУ медико-санитарной части по стоматологии и эстетической медицине и учебно-производственного центра по изучению биоразнообразия. Отдельно члены совета утвердили создание единого центра управления музеями КФУ – дирекции музеев Казанского университета. В завершении были рассмотрены кандидатуры, представленные к присвоению почетных званий. Заслуженный юрист Республики Татарстан и заслуженный деятель науки Республики Татарстан. Энджеми Небаева, Виолетта Басова, Ленартов Литьяров, Универньюз. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с директором информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве. Обсуждались вопросы в сотрудничестве в формировании правовой культуры среди молодежи, а также участие в проекте «Лаборатория целей устойчивого развития ООН». 29 июля прошел выпускной на подготовительном факультете для иностранных учащихся Казанского федерального университета. Как это было, узнаем в сюжете нашего корреспондента Елизаветы Никитиной. В этом году подготовительный факультет окончили 685 человек, в отличие от прошлого года, когда выпускались порядка 550 ребят. Проректором по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев тепло поздравил выпускников и отметил, что выпуск в этом году является одним из самых крупных за последнее время. Также он подчеркнул, что обучали студенты из 40 стран мира, имея при этом порядка 20 разных часовых поясов. Это был определенный вызов и для преподавателей учить в таком режиме, потому что мы фактически выходили в три смены на учебу, для того, чтобы всем ребятам было удобно. Много проблем было с мотивацией, фактически мы в этом году отчислили 140 человек. На протяжении 9 месяцев слушатели изучали специальные дисциплины, выбранные ими перед поступлением, включающие в себя лекционные занятия, практикумы и мастер-классы. Дистанционное обучение не стало помехой для учащихся и преподавателей. Наоборот, ребята чувствовали себя комфортно и не теряли интерес к образовательному процессу. И практика показала, что, оказывается, мы умеем учить дистанцию. То есть мы сегодня говорили о том, что наш замечательный один из студентов, выпускник, который поступает на химфаг из Китая, он выиграл срочную олимпиаду по знанию русского языка как иностранного, при этом находясь в дистанции, обучаясь русскому языку, находясь в Китае. Проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев посоветовал выпускникам заводить побольше русскоязычных друзей, так как это поможет улучшить не только речь, но и повысить знания в изучении русского языка. Ребята сегодня показали не только свое знание языка, не только предметное знание, но и то, что они замечательные исполнители, и поют, и танцуют, и все что угодно делают, и любят русский язык. Это действительно замечательно, что мы сможем вот так за год привить. Сейчас у них тяжелая пора, они все сдают экзамены вступительные в университет, многие поступают на медицинское направление, потому что самое сейчас важное, актуальное для многих стран. Мы надеемся, что они будут успешными, и уже затем продолжат изучать русский язык и предмет, и будут замечательными специалистами в своих областях. Хотя эти ребята и остаются в России, учиться они теперь будут в разных вузах. Но то время, когда они пришли учиться на подготовительный факультет Казанского федерального университета и выучили свои первые русские слова, не забудется никогда. Для нас открыто на послалке мы, прощаться с ним не надо торопиться, подфарк для нас родной уже чипит. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюс. В Казанском университете прошла сессия «Вопрос-ответ» по цифровым образовательным ресурсам и онлайн-курсам. От Центра развития онлайн-образования Института передовых образовательных технологий выступила Елена Сулейманова. Заведующая центром поделилась с коллегами ценной информацией по работе по новому регламенту, новым требованиям и по вопросам размещения онлайн-курсов на внешних платформах. Это будут курсы университета, которые предлагаются на платформе Moodle Казанского федерального университета. Как для наших студентов, так и, если это будут достаточно качественные цифровые образовательные ресурсы, цифровые образовательные продукты, скажем вот так, сюда несем и ЦОРы, и онлайн-курсы, так и для внешних пользователей, для студентов других вузов, также и для системы дополнительного образования. В УНИКСе состоялось вручение дипломов выпускникам высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. В Казанском федеральном университете продолжаются выпускные. На этот раз документы об образовании получили учащиеся IT-лицея. Смотри. У меня впечатление пока очень положительное, оно, конечно, еще не началось, но вот эта вся подготовка очень волнующая, очень пока торжественно все, но пока все нравится, пока очень хорошо, в предвкушении. В предвкушении сегодня находятся 70 учащихся IT-лицея. Из них 20 золотых медалистов, а также 100 балеки, победители и призеры всероссийских и международных олимпиад. На торжественной церемонии вручения аттестатов поздравил ребят с радостным событием президент Академии наук Республики Татарстан Мягзюн Салахов. Я вас всех поздравляю с этим заминательным днем. В самом деле для выпускников это памятный день, он запомнится на всю жизнь, как мы запомнили все, как мы школу заканчивали. На праздничном концерте на одной сцене оказались не только нынешние, но и прошлогодние выпускники, а также те, кому еще только предстоит сдавать экзамены. Ребята подготовили музыкальные, танцевальные и театральные номера. Для нас очень важно, чтобы это они помнили, этот патриотизм, этот дух университетский они впитали и хранили всю жизнь. Очень хочется, чтобы они дальше возвращались к нам. Я им всегда говорю, что двери лицея, они открыты. Мы очень хотели бы, чтобы они педагогами, учителями, наставниками, олимпиадами, тренерами возвращались. Как рассказал директор лицея, многие ребята планируют продолжить учебу в Казанском федеральном университете. Отметим, что этот год особенен и тем, что это первый выпуск лицея в статусе специализированного учебно-научного центра. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»